Альбика Ильясова Политики, парламентарии, религиозные и общественные деятели России, стран Азии, Африки и Латинской Америки стали участниками встречи Клуба Друзей России. Международный телемост посвятили теме «Лицом к лицу с миром», «Межцивилизационный и межкультурный диалог как основа мирного сосуществования государств». Участников встречи поприветствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своем видеообращении он отметил, что Клуб Друзей России получил дополнительный стимул к развитию после Всемирного фестиваля молодежи и акции «Люди Артека». Проект, стартовавший в 2023 году по инициативе Всероссийской политической партии «Единая Россия», предназначен для всех, кто готов нести вклад в развитие равноправных отношений между государствами и народами. Широкий охват участников в полной мере отражает контуры многополярной архитектуры, формирующейся на наши глаза. Проект Клуб Друзей России представляет собой международную площадку и интернет-платформу для всех, кто хочет поддерживать связь с русским миром. А также готов вкладывать силы в продвижение отношений между странами и народами, которые базируются на основе равноправия и взаимоуважения. Кабинет русского мира в Кампале, столице Уганды, посетил глава русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Он пообщался со студентами и ответил на их вопросы, связанные с культурой, религией и историей России. Студенты погрузились в историю старообрядческой церкви и вместе с митрополитом Корнилием посмотрели короткометражный фильм о проектах Кабинета русского мира в Уганде. Его руководитель Ольга Атуба пригласила владыку к участию в проекте «Фестиваль русской культуры в Уганде», который состоится в следующем году. Напомним, кабинет создан Фондом «Русский мир» на базе Ассоциации русскоговорящих женщин в Уганде. Бесплатные занятия по изучению русского языка проходят каждую субботу для детских и взрослых групп. Телерадиокомпания «Русский мир» продолжает работу над документальным фильмом «Главный русист планеты». Картина посвящена выдающемуся филологу-лингвисту, академику и первой женщине-ректору Санкт-Петербургского государственного университета Людмиле Вербицкой. Накануне часть съемок завершилась в Испании и Молдове. Подробнее далее. Одна из малых планет во Вселенной названа именем Людмилы Вербицкой. Этот планетарный масштаб чувствовался во всем – в ее стиле работы, во взаимоотношениях с коллегами, в продвигаемых проектах. Жизнь Людмилы Алексеевны была посвящена науке, образованию и популяризации русского языка. На различных мероприятиях в России и за рубежом она любила повторять фразу «планета заговорит по-русски» и прикладывала к этому все усилия. Это филолог с мировым именем, которого знают на всей планете, как главного сподвижника и человека, который популяризировал русский язык, русскую культуру. В этой картине пойдет речь не только о ней, как о профессионале с большой буквы, как ректоре Санкт-Петербургского государственного университета, как почетном гражданине Санкт-Петербурга, но и как человеке, который пережил очень многое. Повествование в картине строится на воспоминаниях тех, кто работал, сотрудничал, дружил и был близок Людмиле Вербицкой. Среди них соратники по продвижению русского языка за рубежом. В их числе вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Рафаэль Гусман Тирадо. Он рассказал, как под ее чутким руководством крупнейшее мероприятие в мире русистики «Конгресс Мапрял» довел свои границы до самой южной части Европы. Мы находимся перед зданием ректората Гранатского университета. Это здание 16 века. Нашему университету скоро будет 500 лет, через 7 лет. Это здание напрямую связано с деятельностью Людмилы Алексеевны Вербицкой. Она сюда приезжала несколько раз и во время подготовки и проведения разных конференций и конгрессов, и для встреч с разными ректорами, которые были в течение этих 20 лет. По словам режиссера киноленты Любови Курьяновой, главная задача картины – создать фильм «Вдохновение». Для преподавателей, русистов, филологов и подарить крылья для высокого профессионального полета тем, кто только делает первые шаги в педагогической деятельности. Вообще очень хочется, чтобы фильм был разноплановый, такой же, как и она. Чтобы в фильме принимали участие не только филологи, ее ученики, сподвижники, но также и те, с кем она дружила. Это, например, Александр Розенбаум, с которым она любила петь песни. И вот мы как раз у него и узнаем, какая у них была любимая песня. Это Михаил Петровский, который тоже с ней дружил, приятельствовал, часто виделся. Это Дмитрий Киселев, это Валентина Матвиенко и многие-многие другие. Фильм «Главный русист планеты» будет интересен тем, кто изучает русский язык, продвигает его в непростых условиях и мечтает говорить на нем свободно. Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира». Накануне в Москву из Центральноафриканской республики Камеруна и Нигера прибыли ученики Международной летней школы русского языка. Большинство из них только начинают изучать русский язык, чтобы стать студентами российского вуза. А некоторые планируют использовать его для работы, чтобы сотрудничать с российскими предприятиями. «Семейные ценности современной России» под таким названием в столице стартовала Международная летняя школа русского языка, организованная Российским университетом «Дружба народов». Для участников подготовили насыщенную образовательную и культурную программу. Интенсивный курс русского языка, тренинги по проектной деятельности, познавательные экскурсии, заседания разговорного клуба друзей русского языка, натурные уроки в музеях Москвы и многое другое. Интерес к изучению русского языка и культуры за рубежом постоянно растет, уверены в РУДН. Об этом свидетельствует количество желающих обучаться в летней школе. По словам преподавателя русского языка, профессора Натальи Поморцевой, на одно место всегда претендует несколько человек. Отбор в школу проходил в каждой стране среди слушателей местных центров русского языка. Кинокомпания «Родина» завершает работу над документальным фильмом «Сцена на передовой», посвященным творческим бригадам, работающим в зонах действия специальной военной операции. Авторы хотят показать, как десятки артистов, сотни городов и миллионы жителей стали частью культурно-патриотического общественного контента в России. Выступая в Донецке, Луганске, Херсоне и в Крыму, артисты отдают свой голос армии, вносят существенный вклад в формирование патриотического духа в обществе и в первую очередь оказывают моральную поддержку тем, кто находится на передовой. Меня поразило то, как они воспринимают концерты, как они ценят эти минуты. Дается концерт, сидят бойцы, и смещается ощущение вот этой войны. Хоть на какое-то время, хоть на час, оно у них смещается, и это дорогого стоит. И эта поддержка, как сами артисты говорят, врачи лечат раны, а мы лечим душу. Вернувшись с передовой, я могу сказать теперь с уверенностью, что да, мы вернулись. Слава Богу. Но мое сердце, моя душа, она осталась там. Напомню, кинолента «Сцена на передовой» получила поддержку президентского фонда культурных инициатив. Проект также поддерживает Министерство обороны Российской Федерации. Съемочный период у нас был безумно плодотворный. Материал мы получили большой, и он уникальный. Он уникальный по своему смыслу, он уникальный, потому что такого материала, в общем-то, нет. Мы многое уже знаем об СВО, но мы мало знаем, что происходит внутри всего этого, как жизнь кипит там. Фронтовые бригады артистов – это давняя советская и российская традиция, ведущая историю от Первой мировой войны до наших дней. Премьера картины планируется осенью этого года. Эльзарет Виктория Кинверт специально для программы «Время русского мира». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. В этом поможет бесплатная подписка на электронную версию журнала русскимир.ру. Заходите на сайт русмир.медиа и скачивайте свежие выпуски. В новом номере вы узнаете о главном событии в мире русского языка, защите соотечественников за рубежом, сожженных страницах великого князя Алексея Александровича и многом другом. Всего доброго и до свидания.